Тенеу Йорк Тимес, США, разгадывая тайну Путина Оливер Булоу Тенеу Йорк Тимес, США 31 марта 2019 года Из книги «Мир Путина» Россия против Запада и вместе с остальными Путинс Варлд, Руссия Гаинст Уэст Ант Уи Терест, Анджела Стент, Ангела Естент Россия всегда имела большое значение для американских дипломатов Однако у простых граждан она никогда не вызывала столько тревоги, сколько вызывает сейчас Масштабы вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года до сих пор окончательно не ясны Однако мало кто отрицает, что сегодня внешняя политика Москвы оказывает больше влияния на внутреннее дело США, чем когда-либо прежде И что разобраться в ее внешней политике, это один из важнейших приоритетов Именно с этой целью Анджела Стент, Ангела Естент, написала свою книгу «Мир Путина» Стент является директором Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований и профессором Джорджтаунского университета И она попыталась представить те трудности, которые сейчас наблюдаются в отношениях между президентом Владимиром Путиным и Западом, в более широком контексте Под заголовок книги «Россия против Запада и вместе с остальными» отражает тот факт, что многие страны не разделяют отвращение американцев к методам подхода России Эта книга разделена на главы, в каждой из которых анализируются отношения России с ее важнейшими партнерами и противниками Германией, НАТО, бывшими советскими республиками, Китаем, Японией и различными ближневосточными режимами, а также США И внешняя политика России рассматривается в довольно широком историческом контексте, начиная с царских времен и заканчивая сегодняшним днем Главная мысль Стент заключается в том, что внешняя политика России является последовательной вот уже несколько столетий Можно провести весьма любопытную дискуссию на тему различий в подходах США и России к внешней политике в разных регионах мира Особенно если эти различия подчеркивают недостатки их подходов Как пишет Стент, людей, действительно заинтересованных в налаживании крепких двухсторонних отношений между США и Россией На удивление мало, поскольку объемы торговли между этими двумя ядерными сверхдержавами незначительны В связи с этим личные отношения между главами Кремля и Белого дома приобретают огромное значение На счастье или на беду? Президент Барак Обама выбрал в качестве посла США в Москве откровенного сторонника идеи демократической трансформации Довольно трудно представить себе, чтобы какой-то американский президент поступил подобным образом в случае с Китаем или Саудовской Аравией Между тем Путин регулярно провоцирует Вашингтон так, как он никогда не станет провоцировать более экономически значимых партнеров России Особенно показательным является то, что именно Стент пишет о разнице между подходами Америки и России к Ближнему Востоку Вашингтону постоянно мешают противоречия между его ценностями и интересами, к огромному расстройству Египта, Сирии, Ливии и других стран Тогда как России и Путину удалось наладить дружеские отношения с самыми разными странами, от Израиля до Ирана К сожалению, в книге Стент порой встречаются незначительные, но все же довольно досадные неточности Возможно, это простительно, написать, что князь Владимир обратил Россию в христианство в девятистых восьмидесяти восьми году Хотя тогда никакой России еще не было и Владимир был правителем Киева Возможно, это вполне допустимо, употреблять название Британия и Англия так, будто это одно и то же Хотя это все же вызывает некоторое раздражение Однако заявлять, что референдум по Брекзиту состоялся в 2015 году или что весь газ, поставлявшийся Газпромом в Европу, шел туда через Украину Это грубые ошибки Стент пишет, что у президента Виктора Януковича был золотой унитаз, ссылаясь на фото, опубликованные в сети Однако лично я ни разу не видел этот унитаз во время моих визитов в его дворец Хотя мне удалось узнать много нового из глав, посвященных Китаю и Ближнему Востоку Подобные неточности и ошибки заставляют усомниться Стоит ли принимать на веру все то, что в них написано Тем не менее, главная проблема книги Стент заключается не в этом Картина внешней политики Кремля, которую она рисует, кажется довольно логичной Однако Стент не рассматривает те внутриполитические причины и мотивы, которые за ней стоят Стент подробно описывает, что именно Путин делает Поддерживает сирийский режим Избавляется от бывших шпионов на территории Великобритании Вмешивается в выборы Уступает острова Китаю, но не Японии И совсем не пишет о том, почему он это делает И эта неспособность осмыслить внутриполитическую динамику ведет к тому Что Стент упускает из виду ключевой аспект намерения и устремления российской элиты Хронология ее книги основана на идее о том Что путинская Россия отказалась от взаимодействия с международной системой во главе с Западом Что верно лишь в политическом смысле Если посмотреть на ситуацию сквозь призму финансов Верным окажется обратное Сегодня инсайдеры Кремля в гораздо большей степени вовлечены в офшорные структуры Чем когда-либо прежде По словам Путина, он всегда руководствовался стремлением восстановить национальную гордость России И огромное количество людей искренне ему верят Стент считает это восстановление чем-то плохим Однако она не оспаривает предпосылку о том, что это действительно происходит Это странно, потому что в основе всего того, что Путин делал Всегда лежало сохранение и приумножение богатства его друзей и союзников А вовсе не благосостояние страны Путин оказывал финансовую поддержку их бизнесу Вручал им прибыльные контракты и затыкал рот журналистам, которые угрожали раскрыть их секреты К примеру, убийство Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году было попыткой убрать человека Который слишком много знал о делах приближенных Кремля Вмешательства в выборы в иностранных государствах всегда были направлены на то, чтобы ослабить позиции политиков Призывавших к решительным мерам против самых богатых российских граждан Решения правоохранительных органов какого-нибудь иностранного государства будут иметь для вас огромное значение Если в этом государстве у вас находится дом, семья, ваша коллекция предметов искусства и яхта Таким образом, возможность оказывать влияние на политику этого иностранного государства Это вопрос не столько проецирования силы, сколько защиты активов Россия занимает одно из первых мест в списке крупных стран с наибольшим уровнем неравенства И больше половины ее активов хранится за границей В связи с этим неудивительно, что российский президент, чьи друзья превратились в миллиардеров за время его правления Рассматривает внешнюю политику сквозь призму того, как она может повлиять на сохранность этих активов Это давно перестало быть новостью Во многих документах Госдепартамента, опубликованных на сайте Wikileaks, рассматриваются деловые интересы кремлевской элиты А в одном из них Россию вообще называют мафиозным государством И ни один серьезный анализ уже не может считаться полным, если в нем отсутствует этот компонент Однако Стент почти не упоминает о деньгах Как будто она написала книгу об автомобиле, не рассказав подробно о его двигателе Или книгу об американской политике, не включив в нее главу о финансировании предвыборных компаний Причиной такого упущения, очевидно, стал характер ее источников В библиографии, занявшей четыре страницы, перечислено множество работ западных экспертов и почти нет работ российских авторов И Стент практически полностью игнорирует исследователей, которые подробно рассматривали деловые интересы кремлевской элиты Имена Алексея Навального и Бориса Немцова упоминаются в книге Стент всего по одному разу А об их борьбе с коррупцией не сказано ни слова Шедевр Каренда Виша, Каренда Виша, под названием «Клептократия Путина» Путинсклык Тачерачи попал в список использованной литературы Однако, очевидно, он не нашел никакого отражения в анализе Стент Вместо этого Стент подробно пишет о предположительно глубоких корнях кремлевского авторитаризма Как будто Россия – это единственная страна в Европе с недемократическими корнями Большинству стран мира стало ясно, что главная причина того, что русские отвергают западные экономические и политические Программы, заключается в том, что не русские, пишет она То есть русские ведут себя как русские, потому что не русские Стент не обращает никакого внимания на тот факт, что российские политики – это рациональные дельцы, которые стремятся защитить свои интересы в условиях неопределенности И что их понимание этих интересов отличается от понимания Америки и ее союзников Нам крайне необходимо тщательно разобраться в природе этих интересов и в тех предпосылках, на которых основывается политика Кремля К сожалению, эта книга не поможет нам это сделать Оливер Булоу – журналист из Уэльса Его новая книга называется «Манилэнд – история мошенников и клептократов, которые правят миром» Манилэнд – «Тэнсидистрафт и чараоксант клептачрацуору летуарут» Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ